Привет, друзья! С вами подкаст «Полка литра». В нем пять наших любимых учителей литературы расскажут вам о книгах – старых и новых, коротких и длинных, русских и зарубежных. Эти книги не включены в школьную программу, но вы услышите о них от наших лекторов и сможете сами решить, какую книгу выберете для своего чтения следующей. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня с вами я, Оксана Смирнова, учитель и немного детский писатель, и мы говорим о книгах, в которых отразилось время. Книга про школы. Это удивительное свойство. Можно говорить о книгах XX века, это очень интересно, но я сегодня буду говорить о книгах, написанных в самом начале XX века или даже в середине XIX, вторая книга, о двух книгах, очень разных. И в то же время для меня они были в моём детстве очень важными и в каком-то смысле заложили представление об этом времени, потому что у времени всегда есть вкус, цвет, запах. Если его нет, то начинается какая-то хронологическая чехарда или то, что замечательный филолог Сергей Сергеевич Аверинс называл хронологический провинциализм, когда человек не может представить себе другого времени, кроме своего собственного, поэтому путается, поэтому для него вся эта история становится мёртвой и непонятной, а время надо оживлять. И школьнику важно посмотреть глазами своих ровесников. Понятно, что ровесники, когда они ещё в школе, они могут даже что-то про себя записывать, на самом деле они ещё не умеют этого делать. И интересно, когда человек уже взрослый вспоминает и пытается как бы вернуть вот этот вот свой детский мир. При этом, конечно, он осмысливает это уже по-другому со стороны своего взрослого опыта и описывает в меру своего таланта. Есть любители читать мемуары, но вообще это очень специфический жанр, и далеко не все умеют писать интересно, а не скучно. И очень часто мемуары откладываются на первых трёх страницах, когда автор считает своим долгом пересказать всю свою родословную, про всех тётушек и дядюшек как бы упомянуть, и всё читатель завял, и можно читать дальше незачем. И совершенно удивительно и замечательно, когда автору удаётся время оживить. Вот я расскажу о двух книгах, которые могут показаться просто несовместимыми. Одна книга называется «История одного детства». Написала его Елизавета Николаевна Водовозова в «Девичестве Цевловская». И она рассказывает о детстве в середине XIX века. Она выпускница Смольного института и ученица великого, в общем-то, педагога Константина Амедовича Ушинского. Она рассказывает о многом, но и в частности о том, что сделал в Смольном институте Ушинский, как он изменил жизнь этого института, как он изменил её собственную жизнь, подарил как бы ей настоящую жизнь. А вторую книгу написал замечательный писатель Константин Георгиевич Паустовский, которого все, наверное, более или менее знают. Называется она «Повесть о жизни». Это большое произведение, написалось долго, в нём шесть книг. И о детстве с вами рассказывают в самой первой книге. И поэтому может показаться, что далёкие годы. Действие происходит в начале XX века в Киеве. Заканчивают первую киевскую гимназию, учатся там одновременно, например, с Михаилом Анатольевичем Булгаковым, и видят его, и знают, и Булгаков появится на странице этой книги. И вроде бы он как раз рассказывает семейную хронику. И что здесь общего? Никому, к сожалению, мало кому известная. Больше педагог, наверное, чем писательница. Хотя надо вам сказать, что книга Водовозова написана великолепно. Она запоминается с одного раза. Там ярко отчетленные характеры, там великолепный язык, там очень много каких-то живых образов и каких-то деталей. Её очень интересно читать. Она даёт представление о XIX веке. В чём-то, может быть, схожее с тем, как это делает тоже малый кем прочитанный сейчас Султыков Щедрин. Он не в своих остро-сатирических вещах, а в своих очерках. У него, например, есть даже цикл очерков о русских девушках, в которые он рассказывает. В частности, у него есть рассказ о выпускнице Смольного института, к которой некуда было пойти. Она становится там классной дамой. Потому что она, конечно, дочка героя войны XII года, но она сирота и беспреданница. Ей больше некуда пойти. Это Султыков Щедрин рассказывает. Но у него это почти всегда почти абстракция. У него это типы. У Водовозова это живые люди, это живые характеры, которые так вот один раз прочитаешь эту книгу, они для тебя на всю жизнь останутся живыми, яркими людьми, при том, что это реальные люди. И в то же время повесть Паустовского, написанная про Серебряный век, со всем его мастерством стилиста, которое, может быть, самое сильное, что в нём есть. Тем не менее, у книг этих очень много общего, как ни странно. Во-первых, это рассказ о двух очень неблагополучных семьях. Вот я сейчас набрасываю, о чём я буду говорить, потому что я уж пересказываю подряд, я точно эти книги не буду. Я буду говорить, почему эти книги, я их люблю с детства, их очень приятно читать. Мне жалко, что другие люди, а может быть, о них не знают и никогда их не читали, и потеряли что-то совершенно драгоценное в них. Это книги действительно о двух несчастных семьях. По-разному несчастных, но тем не менее. И о детях, на которых отразилось это семейное несчастье. Во-вторых, это история о детском одиночестве. Обе истории о детском одиночестве. История девочки, попавшей в Смольный институт, и история мальчика, который в старших классах гимназии вообще живёт один и сам себе зарабатывает на жизнь, потому что так сложилась жизнь его семьи. И который, кроме того, отделён от всех других, и он это сознаёт, потому что пишет уже на закате своих дней, уже после войны он пишет эту книгу, который сознаёт, отделён от всего мира вот этим своим талантом. Талант, который позволяет видеть, который позволяет очень остро чувствовать и всегда быть немножко свидетелем отстранённым. Это свойство писателя. Это как дар, это обратная сторона, это плата за дар. Но оно делает человека часто одиноким. И третья вещь, на которую я буду специально обращать внимание, потому что меня интересуют школы. Понятное дело, что я учитель, меня интересует педагогика, меня интересует, как школы влияют, и что может учитель дать ученикам. Это в обоих случаях будет сказано, и это будет сказано интересно. Но я не буду их сопоставлять отдельно. Я расскажу отдельно про одну книгу и про другую. Немножко про Елизавету Водовозову-Цевловскую. Она из хорошей дворянской, небогатой, но достаточно такой родовитой семьи, которая была совсем раннее детство, достаточно счастливым. Её отец был таким прогрессивным, даже прогрессивным не то слово, просвещённым человеком, который любил книги, у него была прекрасная библиотека, который любил театр. Это глубоко ещё крепостное право. У него был крепостной театр. Но они жили в небольшом городе, он устраивал домашние спектакли, он ничего не жалел для детей и очень их любил. Он устраивал для города культурную жизнь, он разорялся. Постепенно у него были долги, накапливались. Но как-то он с этим справлялся, но в город пришла холера. И умерла большая часть... Он умер сам. Умерли большая часть семьи детей. Осталось, правда, пятеро. И осталась вдова, которой надо было эту семью элементарно прокормить. Они уехали из города в деревню, там была жестокая экономия. И вся первая часть книги – это рассказ о том, как дворянская семья выживала в деревне, когда-то богатая. Но теперь мать работала с пяти утра, вставала затемно вместе со своими крепостными для того, чтобы как-то эта семья выживала. Хотя крепостные у неё были. И вот представление о крепостном праве, об этой работе, об укладе семьи, об окрестных помещиках и отношениях вместе с ними. Данная через... Она пишет это в конце жизни, это уже вторая половина XIX века, и она уже многое умеет, уже толстой работал, и она интересуется сама как профессионал детской психологии. Она даёт эти картины через восприятие ребёнка, через своё детское восприятие. Это требует некоторой такой вот уже подготовленности психологического письма, но это психологическое письмо, конечно, подготовленное Толстым, его детством и, в общем-то, многими другими опытами к этому времени. Она это делает мастерски. Но всё время маячит вопрос. Тут она, конечно, человек своего времени, потому что её юность придёт на 62-63 год, на отмену крепостного права вот это, она застаёт ещё в Смольном институте, на книгу Чернышевского, что делать, и на вопрос о том, что делать в этой жизни женщине. Её первая статья называется «Что мешает женщине быть самостоятельной?» И это для неё вопрос тоже важный, потому что семья не станет богатой. Ей надо будет зарабатывать себе на жизнь. Она выйдет замуж, но, тем не менее, она будет иметь профессию. Это отдельная очень интересная тема. Но вот тема образования для детей, она острая. Там есть свои трагические мотивы. Например, старшая сестра, самая любимая из девочек в этом семействе, Саша, которая жаждет получить образование и которая не может его получить, потому что ей все говорят «Подожди, ты уже получила домашнее образование, такое, как получают все». Ну хорошо, ладно, её пристроили в пансион. В пансионе она получила ещё немножко побольше такого вот девического образования. И она говорит «И это всё?» А Матьея на это отвечает «А что ты ещё хочешь?» Во-первых, девушкам больше не дают, а во-вторых, тебе всю жизнь придётся провести в роли гувернантки. Для гувернанток, да, ты хороша. Она проживает короткую жизнь. И мы, читая вот эти строки, у нас сердце живёт, мы понимаем, что в ней может быть умер математик большой, Софья Ковалевская, своего времени, что это бесконечно одарённая девочка, чей талант пропадает. Ну и вот эту младшую Елизавету, родственники достаточно высокопоставленные, там дядюшка генерал, они устраивают её на казённый счёт в Смольный институт. Смольный институт – это считается лучшее учебное заведение, это первое учебное заведение для девочек, которое основала Екатерина II в 1764-м ещё году. Сначала это было воспитательное общество благородных девиц. И их забирают вот так же, как в Пушкинском лицее, их забирают на шесть лет из дома, для того, чтобы в дому им не передавали каких-то дурных привычек, чтобы их не воспитывали госпожи Простаковой, грубо говоря, чтобы их воспитывали лучшие педагоги, чтобы из них воспитывались вот такие вот просвещённые женщины своего времени, как это представилось в своё время. Мы можем себе представить, как потом об этом писал Гоголь в «Мёртвых душах». Да, конечно, французский язык, конечно, какое-то музицирование обязательно, танцы, потому что лучшие будут фрейлинами придворить, придворные манеры, умение себя держать и вести, ну и какое-то домоводство. Она будет рассказывать о том в этой книге, это очень интересно, какие уроки домоводства им давали. И хороши были эти уроки домоводства тем, что всё, что они там неумелыми своими руками готовили, потому что всерьёз их, конечно, ничему не учили, ни к чему особенно не подпускали, но они могли это съесть, потому что выпускницы под императорским присмотром к находящимся лучшего главного учебного заведения, они всегда были голодными. Они были голодными настолько, что когда однажды Николай I приехал туда их инспектировать, это не водоводство описывает, это как бы другие истории, и попробовал, что им приготовили, он сказал, что я своих солдат такой гадостью не кормлю, каким вы кормите вот этих вот девушек. Ну, там начальница сумела как-то выкрутиться, что ни её, ни экономы не сняли, но девочки были голодными. На это более поздние историки нашей страны, которые знали, что выпадет на долю последних смолянок. Они говорили, да, эти девушки жили в холодных дуртуарах, в холодных спальнях, эти девочки жили в проголодь, они были очень закалёнными. И когда начались страшные времена, они в лагерях держались, может быть, лучше других, потому что они к этому были привычны. Но можем себе представить, какое счастливое, тем не менее, детство. Но и, кроме того, это муштра. Муштра, потому что, если их готовят к светской жизни, они не должны плакать, они не должны проявлять своих каких-то эмоций, и им тоже не надо лишнего образования. И вот эта девочка, оказавшаяся в Смольном институте, она добрая, горячая, правда, не имеющая с матерью близких отношений, потому что, к сожалению, они друг друга не понимали. Матери было некогда, а девочке казалось, что мать её не любит по каким-то причинам. И она просто озлобилась на всех и замкнулась в себе. А мать ей к тому же присылала какие-то жалкие гроши, на которые она не могла купить себе ничего того, что могли позволить себе более богатые одноклассницы, хотя всё у них вроде бы должно было быть казённым. Казённое было, но казённое было низкого качества, прямо скажем. А мать присылала очень мало денег и больше прислать не могла. И девочка просто озлобилась, потому что ей исподволь внушало то, что бедным быть стыдно, бедным быть позорно, надо быть богатой. При этом, да, они были очень стройны, потому что были голодны. Да, они при этом умели танцевать. Да, они при этом глубоко ненавидели своих классных дам. Классные дамы были несчастные женщины, потому что, в общем-то, они всю жизнь проводили со своими воспитанницами. Деться им обычно было некуда. Воспитанниц в классе, как бы в дуртуаре, было человек сорок. А следили они за тем, чтобы девочки никогда ничего не нарушали, но вовсе не о том, чтобы они как-то и развивались, и росли. Девочки росли крайне необразованными, чудовищно необразованными и не представляющими внешнего мира. Их там два раза в год выводили из этого внешнего мира. Но мир внешне менялся. И вот в этот вот затхлый мирок такого сплошного несчастья приходит новый педагог. Вернее, инспектор классов, Константин Мечушинский, приходит по личному приглашению императрицы Марии Александровны, поэтому с ним очень трудно иметь дело местному начальству, он не желает никаких изменений. И вот этот человек, он видит в этих девочках личности. Вот это первое, с чего это начинается, изменения. Личность появляется. Личность, к которой он относится с уважением. Причём без всякой какой-то сладости он может выговорить, отругать как следует, и кажется даже грубым. Но это не грубость, он разночинец, конечно, и их готовит к предводным манерам, они привыкли быть гораздо более закрытыми и сдержанными, и меньше проявлять как бы себя во внешний мир. Тем не менее, это не грубость, это человеческое участие. И вот там рассказывается о том, как в них пробуждается жажда знаний, как они начинают учиться, как он открывает классы для девочек, которые захотели бы получить дополнительное образование, а, строго говоря, просто образование, потому что они учатся без книг, они ничего не читали, они не могут перевести страницу с листа, они только затвержены. Повторяю, это самое главное, чтобы не было помарок в тетради, в которой они тупо переписывают как бы из другой тетрадки что-нибудь. И таким образом почти ничему не учатся каким-то образом, чтобы они получили право быть домашними учительницами, то есть имели возможность зарабатывать себе на жизнь. Это очень много для девочки вот из такой вот семьи. И она остаётся ещё раз, ещё на год в этом учебном заведении и пишет об этом своей матери. И мать ей присылает письмо и говорит, кто этот человек, это чудо. Я считала, что ты окаменела навсегда. Я уже не надеялась как бы увидеть свою настоящую дочь. И вдруг после всего этого ты согласна учиться дальше. Я слышу от тебя человеческие слова. Это великий человек, который вот это сумел сделать. И она действительно, она выходит замуж, кстати, из-за одного из... Он сменил педагогический состав, из-за одного из молодых педагогов, которых привёл Лушинский, она потом выйдет замуж. Она очень забавно рассказывает о том, как происходило какое-то общение. Дело в том, что в СМОН-институте запрещено было задавать педагогам вопросы. Им объяснили материал, так как будто бы. Они ничего не поняли. Преподавали им, скорее всего, плохо. Учителя отбирали по принципу, чтобы они были немолодыми и очень некрасивыми, чтобы девочки не влюблялись. Но это хорошая мера предосторожности, прямо скажем, если бы они ещё умели преподавать. А потому что это неприлично. Как же так? Неужели, господа преподаватели непонятно объясняют? Вопросов много, и девочки научились думать. Поэтому они подают работы, работы, которые они теперь не переписывают механически, они реально делают. Они прочитывают книги, которые им принесли, они делают конспекты, они подают как бы свои домашние сочинения. И между делом, по какой-нибудь работе по географии или по истории, или даже по французскому языку, они в скобках вписывают все появившиеся у них в голове вопросы, которые могут к этому предмету не иметь никакого отношения. А учитель выворачивается на уроки, чтобы на эти вопросы как-нибудь ответить. И не смеётся над ним, потому что вопросы бывают и глупые. Ну и что? Эти девочки потом выйдут в мир, и они почувствовали себя личностями, они почувствовали себя людьми, которые способны приносить пользу. Когда мы говорим об этом поколении шестидесятник, да, о том же Тургене, да, он презирает отцов кирсанов за то, что от них нету никакой пользы бьен публик. Они не приносят пользу обществу. Вот эта идея, которую за год, за два года, пока он работал в Смойном институте, сумел внушить этим барышням, не всем, некоторые, конечно, предпочли уйти, тем, кто остался. На этот лишний год обучения надо быть полезным членом общества. И они старались приносить пользу. И ещё одна особенность здесь – это, конечно, такой деловитый реализм. При этом надо сказать, что какая же она талантливая. Это вот проведя почти шесть лет вот в этой вот душной атмосфере, ничему толком не учась. Она научилась писать как настоящий, хороший, профессиональный писатель на очень хорошем уровне. Это книга, от которой трудно оторваться часто. Она интересна. Написана, она великолепно написана. Но её взгляд – это ещё, кроме всего прочего, поколение реалистов. Они смотрят открытыми глазами на этот мир, они смотрят на причины и следствия, они смотрят на взаимоотношения между людьми. Она очень точно, очень метко даёт людям характеристики. Но когда она пишет свои работы, она даёт работы по детскому чтению, и даже какие-то издаёт сборники для детского чтения, основанные, кстати, тоже свойству шестидесятников, на народных сказках, на народных песенках, потому что народность – это ещё один как бы кит этого времени. Она говорит, что не все сказки, не со всеми сказками надо иметь ребёнку дело, надо поосторожнее с волшебными сказками. Не надо, чтобы дети уходили вот в этот волшебный какой-то мир. Надо, чтобы там отражались какие-то реальные отношения, вот вся эта реальность. В этом смысле по-устовски ей противоположность. Он реалист по методу, конечно. У него нет двоемерия. Он не рисует двоенных миров, он показывает, что это мир фантазии, человеческая – это реализм. Но он романтик, вернее сказать, он поэт, он романтик по мероощущению, и он, конечно, поэт по своей стилистике, по своим возможностям, по своему дару. Вообще, по-устовски, он ровесник Марина Ивановна Цветаевна, 92-го года рождения. И вот самое начало XX века будет в первой книге в этих далеких годах. Он удивительная фигура в нашей литературе. Об этом как-то сразу не задумываешься. Почему все знают по-устовски? Он ведь не написал романы, в которых появился герой своего времени. Вот как часто многие авторы XIX века. У него есть романы, там незапоминающихся героев. И не очень интересные сюжеты, и не очень, вроде бы, даже и глубокие. Его несколько раз номинировали на Нобелевскую премию и ни разу не дали. Потому что все понимали, что что-то он делает очень хорошее, и в то же время понимали, что это не совсем то, за что дают главную премию. Главную премию дают вот за Тихий Дон, там, например, это понятно. То есть есть и характер, и язык, и история, отразившаяся. То, что там дальше будет с премией, мы не будем сейчас в это выходить. Ну, вот во времена Паустовского ещё пока. А в то же время видно, что он сделал что-то фантастически важное. Что он сделал? Если мы открываем учебники русского языка, не литературы, не хрестоматии. В хрестоматиях он тоже есть, особенно там на чайной школе. И все наверняка помнят очаровательного кота Ворюгу, например, любимый рассказ всеобщего детства. Конечно, и добрый, и смешной, и красивый. Но текстами Паустовского полон учебник русского языка. От пятого, не знаю, раньше не видела, до одиннадцатого класса. Потому что у Паустовского эталонный русский язык. Эталонный русский язык это Пушкин, Тургенев, Паустовский. Других нет. У всех остальных своеобразный язык, авторский язык, небезошибочный язык. Это человек в XX веке делал то, про чём проговорилось, может быть, или выговорило чётко Ахматова. А мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Он понимал, что, видимо, понимал и видел, и чувствовал, и ощущал, что слово в опасности, наверное. Он писал о природе, он писал о детстве, он писал о людях. О людях всегда писал. Чуть-чуть с иронией и с такой романтической приподнанностью, он как будто не желал видеть дурного. Это то, что без него расскажут какие-то другие. И он писал их вот этим изумительно красивым. Иногда в каких-то более ранних вещах слишком красивым и сам себя за это ругал. Ну, слишком много красивостей, но он это понимал, у него вкус безупречный, он это вымаривал. Он писал этим изумительным языком. Он создавал, можно сказать, создавал второй как бы вот этот мир тем, что этот мир, отражаясь его прозе, из него уходило всякое уродство. Вот я хочу прочитать один отрывок из «Повести о жизни». Её мало ведь кто читает, а очень жалко, потому что книга стоит того, чтобы её прочитать. Ещё раз повторю. Он рассказывает о горестном моменте, когда его ведут в подготовительный класс в подготовительной гимназии. И идти туда он совершенно не хочет. Он прекрасно понимает, что у него отнимают детство. Он рыдает там по дороге, они с мамой опаздывают, его представляют директору, представляют инспектору, который потом когда-нибудь его выпустит через много лет, через восемь, наверное, лет из этой же гимназии совершенно другими глазами они друг на друга посмотрят. Но вот он идёт. Я взглянул за окно в сад, и мне опять захотелось заплакать. В саду, просвеченные насквозь солнцем, стояли каштаны. Подсыхающие бледно-лиловые листочки тополей шевелились от ветра. Уже тогда мальчикам я любил сады, деревья. Я не ломал веток и не разорял птичьи гнёзд. Может быть, потому, что бабушка Викентий Ивановна всегда говорила мне, что мир чудо как хороший, человек должен жить в нём и трудиться, как в большом саду. Казимир заметил, это сторож, что я собираюсь заплакать, достал из заднего кармана старого, но чистенького сюртука, липкую конфету, зубровку и сказал с польским акцентом, съешь этот цукерок на следующей перемене. Я поблагодарил его и взял эту конфету. И вот он идёт, я даже не буду больше читать, наверное, вырванный из контекста, они нам мало что скажут, как поэзию не разрушать, как он идёт по коридору и видит гимназический сад за стеклом окна, и там поёт птица. И он вот это стекло воспринимает как преграду между собой и миром, чем он, собственно говоря, и является. Но вот семья, и дальше начинаются будни достаточно жестокие, достаточно скучные. При этом он в разные годы как бы этой гимназической жизни он выхватывает эпизоды, в которых проявляется в первую очередь как бы благородство вот этого вот юношеского, может быть, жёсткого, может быть, грубоватого мира. Очень красивые эпизоды про то, как вся гимназия пошла хоронить своего, в общем-то, с собой покончившего ученика за то, что дал пощёчину оскорбившего ему учителя и получил за это волчий билет. Желающим разрешили прийти проститься, они пришли все от подготовивших до старшего класса, а директор, когда этот педагог пытался что-то выговорить, директор просто закричал на него «вон!», потому что все в этом мире понимали что-то важное. Но вот семья разрушается, разрушается по вине отца, который уходит из этой семьи, но мальчик не всё понимает, ему не всё говорят, что там происходит, и он для своей семьи оказывается обузой, потому что отец ничего не зарабатывает, а потом умирает у него на глазах, надо сказать, из этого начинается книга. Мать живёт со старшим братом, брат учится и зарабатывает, что старшая сестра слепнет, и мать не может от них отойти, и этот подросток, 15-летний, оказывается никому не нужным. Его подбрасывают в семейство к дяде и тёте, где с ним очень хорошо обращаются, в Брянске они живут не в Киеве, но у него есть ощущение, что что-то неправильно, что-то не так. И он тоскует в этом добром, милом Брянске, где к нему вроде бы все добры, он тоскует, кроме всего прочего, по своей киевской гимназии и обращается, к нему некому обратиться за помощью, он обращается к своему классному наставнику, к классному руководителю, как сейчас скажут, по фамилии Субыч, который преподает у них латынь. О латыни, о преподавателях, о каких-то тоже личных, там много таких новелл вставных, они тоже по-своему любопытно. Он год проводит в Брянске, все-таки пишет Субычу, чтобы спросить, как ему быть дальше. И Субыч ему деловито отвечает, пишет ему деловитое письмо. «С нового учебного года, то есть с осени, вы уже зачислены обратно в первую гимназию, в мой класс, и будете освобождены от платы. Что касается материальной стороны дела, то я смогу предложить вам несколько приличных уроков. Это даст возможность существовать, хотя и скромно, но самостоятельно и ни для кого не являться обузой. А пережитыми передрягами не огорчайтесь, потому что времена меняются, и мы меняются вместе с ними, говорит он по латыни, и надо надеяться, что меняемся мы в лучшую сторону». Я прочёл это как бы деловое письмо и спазм сжал моё горло. Я понял ласковость письма и ещё понял, что с этой минуты я уже сам ни на кого не надеюсь, начинаю строить свою жизнь. Ему 16 лет. Вот с 16 лет, последние два года он действительно даёт уроки, живёт там вместе со своей бабушкой, которая приезжает в Киев. В какой-то момент даже и снимает себе комнаты. Но вот это вот братство гимназистов ему оказалось очень важно, и вот это вот отношение классного руководителя даёт тоже очень многое. Когда он прощается с ними, он объясняет, что прощается с ними как со своими детьми. И, в общем-то, вся гимназия прощается как с детьми. Но вот там есть ещё интересная вещь, для меня очень интересная, и загадочная часто, и как для учителя загадочная, каким образом дети получают культуру. Потому что школа даёт всё-таки программу. Мы иногда можем дать немножко больше чего-то. Мы стараемся изо всех сил. Мы то там ведём театр, то везём поездку, то обсуждаем что-то даже и не программное, но это капля в море. Гораздо больше, может быть, даёт семья. А когда вспоминают школу, редко вспоминают хорошее, на самом деле. Есть очень много мемуаров, где о школе говорят плохо. И этому не учили. Здесь была ерунда, и тут плохо. И по-устовски тоже часто рассказывают. Вот и немецкому учили плохо, и французскому учили плохо. С юмором рассказывают, но тем не менее. Про математику он вообще там помалкивает. С языком там были проблемы, ещё с какими-то предметами. То есть идеальных школ не бывает, и первая киевская тоже идеальной не была. Но тем не менее, она выпустила нам достаточно, может быть, двух имен. Да, по-устовски и болгаков, а это не единственные такие яркие имена, она выпустила людей, которые буквально жили в культуре. Как это создавалось? И он рассказывает о том, что такое культурный контекст. Это такое драгоценное. У него всегда немножко отстранённая манера, и он перечисляет всё, о чём мы забываем. И вот когда он рассказывает об этом, он рассказывает с огромной любовью. Это вот любовь, наверное, то, что делает любую книгу обаятельной и неотразимой. Вот в этом, наверное, обаяние и неотразимость вот этих воспоминаний Паустовского. Было ли случайность, что эта гимназия за короткое время воспитала столько людей, причастных к литературе и искусству? Я думаю, нет. Это не было, конечно, случайностью. Причина этого явления так многочисленная и трудноуловимая, что мы поляности своей не хотим в них углубляться и предпочитаем думать, что всё произошло по счастливой случайности. Мы забываем об учителях, которые внушали нам любовь к культуре, о великолепных киевских театрах, о повальном нашем увлечении философии и поэзии, о том, что во времена нашей юности были ещё живы Чехов и Толстой, Серов и Левитан, Скрябин и Казмин Саржевская. Мы забываем о знаменитой библиотеке Идзиковского на Крещатике, о симфонических концертах, о киевских садах, о сияющей и хрустящей от листвы киевской осени, о том, что торжественная и благородная латынь сопутствовала нам на всём протяжении гимназических лет. Забываем о Днепре, мягких туманных зимах, богатой и ласковой Украине, окружавшей город кольцом своих гречишных полей, соломенных крыш и пасек. Трудно уловить влияние этих вещей, разнообразных и подчас далёких друг от друга, на наше юношеское сознание, но оно было. Оно давало особый поэтический строй нашим мыслям и ощущениям. Мы увлекались поэзией и литературой. Мы были молоды. А может быть, поэзия привлекала нас не только певучестью, туманным содержанием, похожим на весеннюю дымку, но и тем, что она вызывала представление о жизни, например, о Париже, о поэтах, о какой-то другой очень высокой, красивой, загадочной жизни. Вот Ахматова, я всё время говорю об этой перекличке, они ровесники. Это вообще вот этот 90-92 год, они удивительно урожайны на больших поэтов. Ведь в Киеве, в Фундуклеевской гимназии заканчивала образование когда-то Анна Андреевна Ахматова. Она почти вот с такой же любовью она описывает «Правда Петербург» и говорит, я подумала, не может быть, чтобы я когда-нибудь забыла это. И если трудный путь мне предстоит, то перескакивая в старости, болезни быть, может в нищете вот лёгкий груз, который мне по силу с собою взять. И этот груз поддержит жизнь и даст возможность как бы пройти через все её испытания и сохранить в душе что-то лучшее. Вот это может быть самое дорогое вот в этой книге, в обеих книгах. Это рассказы о том, как, может быть, и трудные годы какие-то, но через вот эту любовь, которую взрослые сумели дать детям, который мир сумел дать детям, они получают силу, чтобы потом пройти по жизни достойными людьми, перенести в ней всё самое тяжёлое, и эту любовь не потерять. Поэтому я очень советую эти книги прочитать. Кроме всего прочего, они доставят вам просто удовольствие. Спасибо, что вы с нами. Список книг, упомянутых сегодня нашими ведущими, вы найдёте в описании выпуска. Ждём вас снова. Субтитры создавал DimaTorzok